Ростовчане всем привет! Весна в самом разгаре. На улице тепло, зелено, еще чуть-чуть и на деревьях распустятся почки, а в городе зацветут клумбы. Животные уже вышли из зимней спячки и радуют горожан своими причудами. Но чудят не только животные. Некоторым людям весна будто голову вскружило и они тоже стали исполнять. Но подробнее обо всем далее. С вами я, Дарья Лисицкая, и мы начинаем. Приход тепла в Ростов принес некоторым горожанам неутолимую жажду. И тут они уж не видят перед собой никаких барьеров. Чтобы глотнуть хоть чего-то прохладительного или газированного, готовы идти на крайние меры. Вот, например, ночью в Октябрьском районе изнывающе оторвали железную дверь уличного холодильника и забрали напитки на несколько тысяч рублей. Комментаторы пытаются шутить вроде «ты не ты, когда голоден». Но смешного в этой истории, конечно, мало. И подытожить рассказ можно только короткой подписью «настоящие варвары». На деревьях уже не то, что почки распускаются. Появился первый урожай. Ростовские бабушки собирают нет, пока еще не фрукты, а большие пушистые овощи. Комментаторы в сети смеются. А это точно кот? Может, все же поросенок? Да нет же, это серый волк нашел свою красную шапочку. Хотя, кто кого нашел, большой вопрос. А другие возмущаются. Вот паршивцы. Наверх молнии взбираются, а вниз спасая их. Да, повезло тем, у кого котики из квартиры не выходят. Прервемся на музыкальную паузу в салоне автобуса. Причем концерт не по радио, а романтичную поездку делает живая музыка. Ростовчане в комментариях выражают артисту так называемый респект. Пишут, молодец, оторвало телефонов народ. Хотя снимают, а его как раз на телефоны. А для кого-то музыкант не стал случайным незнакомцем. Внимательные горожане сообщают, лет 15 назад этот мужчина исполнял на баяне у центрального рынка. А теперь вот стал музыкантом гастролирующим. Необычную птицу черного цвета с выпученными огненными глазами заметили в одной из кормушек в Ростове. Эта птичка настолько пухлая, что еле вместилась в домик. Хотя, если присмотреться, то можно разглядеть в этом комочке далеко не крылатую особу, а четырехлапого, ушастого, хвостатого и, судя по всему, наглого котика. Комментаторы в сети гадают, как же он туда забрался, неужели ему там удобно. А мне интересно, как кормушка вообще смогла выдержать такого толстопуза и не рухнуть вниз. Кажется, у создателя этого изделия золотые руки. А этого друга уже успели поймать с поличным, поэтому ему пришлось продемонстрировать эффектное оперативное сползание вниз. Ростовчане восхищаются скоростью пушистика и пишут, когда почувствовал, что запахло жареным. Ну, вы понимаете, да, в смысле невкусной курочкой. А у меня, если честно, сердце замирает, глядя на его трюки в воздухе. Понятно, что лапки у них цепкие, а еще в придачу девять жизней в кармане. Но все же, такие таланты лучше демонстрировать в цирковом манеже. А на следующий ролик без жалости не взглянешь. Малышке Белочке приснилось что-то этакое, после чего Рыжуля схватилась за сердце и пыталась прийти в себя. Малышку трусит, она пытается отдышаться, и я смею предположить, что Белочке приснился орех, убегающий от нее на ножках. Или же следующий ролик. Ладно, животные, но что весна делает с людьми – просто жуть. Каждый день поводом для обсуждения в сети становится какой-нибудь необдуманный поступок сверхразумов. Вот, например, такой. На чиле, на расслабоне, подытожив конце смешными смайлами, пишет автор ролика. Но зрелище не из смешных. Мало того, что этот затейник рискует своей жизнью, так еще и водителей подставляет. Друзья, давайте будем благоразумными. Не позволяйте весне настолько затуманивать ваш разум. Но в целом на весенних улицах Ростова сладко и ванильно. Взять хотя бы этот эпизод. Уличные музыканты стояли, пели спокойно, никому не мешали. И тут случайный прохожий выразил инициативу стать на время их солистом. Слишком влюблен, я снова начал слушать и веру. Не знаю твоего-то в альбомах, никая в тебя тысячу раз. Я слишком влюблен, ты в каждой моей мысли, ты веру. Я снова буду ждать тебя дома в бессмысленном поиске глав. Оказывается, парень хотел таким способом порадовать свою девушку, и у него это получилось. А еще он собрал большое количество восхищающихся его поступком и примерно столько же по количеству осуждающих его вокальные данные. Чтобы купить рассаду, надо думать как рассада, надо выглядеть как рассада. Так подписал эту фотографию автор. А как по мне, очень даже яркий и стильный дождевичок. Для весны то, что надо. Но недружелюбные комментаторы ерничают и подмечают, чтобы купить рассаду, нужно быть рассадой. А вот, например, женщина им отвечает. Друзья, давайте не завидовать, глядя на такое очарование, глаз радуется. Оксана, я с вами согласна. В Ростовской области проснулись змеи, спокойно перемещаются по городам и хуторам. Наши храбрые дончанки уже делятся фотографиями со змеюками в руках. В комментариях разгорелись жаркие споры, кто же эта скользкая красотка. Одни утверждают, что гость света земли – гадюка, вторые говорят, что это водяной уж, третьи прозвали ее шахматкой, а некий Толик увидел на этой фотке свою бывшую – занавес. Хочу напомнить, что сезон клещей уже стартовал, какие виды водятся в Ростове, обрабатывают ли в городе парки и как защитить себя от насекомых, смотрите в сюжете нашего телеканала. Обычно клещи просыпаются к середине апреля, но в этом году активизировались заметно раньше. И по данным Роспотребнадзора, уже в марте от их укуса в нашем регионе пострадали 39 человек, в том числе 6 и ростовчан. В парке авиаторов сегодня туман, но не природный. Это аэрозоль от клещей. Распыляют его сотрудники службы дезинфекции. В тумане их можно узнать по белым скафандрам и 20-килограммовым рюкзакам, вмещающим 14 литров неприятного насекомым раствора. Препарат цифокс обрабатывают. Он для животных, для людей он безопасен. Он имеет точечное воздействие, конкретно для клещей. На 30 марта у нас обработана площадь порядка 100 гектар. Это в основном у нас парки-скверы. Отдельно у нас дирекция кладбища обрабатывает кладбище. Дирекция парка в парке. Светло-желтым зельем обрабатывают соседние с парком зеленые зоны, в том числе клумбы у мемориала. По словам специалистов, сейчас для таких процедур самое время. Дождей нет, температура за 20, много травы и полчища вредителей. Водятся у нас в Ростовской области. Это аксоидные клещи в основном, но в редких случаях энцефалитные клещи. Они живут у нас, опасные у нас, это самки кровососущие. Самцы у нас не кусают никого. Срок из жизни их 4 года. Они являются переносчиками таких болезней, как крымская геморологическая лихорадка, боррелез, энцефалит. В мае самка откладывает яйца, из которых спустя несколько недель вылупляются личинки. Поэтому борьбу с клещами нужно начинать сразу после их пробуждения. А насколько современные методы эффективны, станет известно через несколько дней, когда обработанные территории повторно обследуют. Берегите себя, а у меня на этом все. Делитесь своими интересными, милыми и прикольными роликами, а мы обязательно покажем их в нашей подборке. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова